В современном мире, где социальные сети и постоянная связь стали неотъемлемой частью нашей жизни, мы часто забываем о важности личного пространства и конфиденциальности. Этот всепроникающий цифровой ландшафт создает иллюзию необходимости делиться каждым аспектом нашей жизни, что может привести к потере внутреннего спокойствия и контроля над собственной историей. Древняя философия стоицизма, зародившаяся более двух тысячелетий назад, предлагает нам удивительно актуальные и мудрые советы о том, какие аспекты нашей жизни лучше держать при себе. Эта философская школа, основанная на принципах самоконтроля, рациональности и этического поведения, учит нас ценности сдержанности и внутренней силы. В мире, где внешнее признание часто ценится выше внутреннего роста. Стоицизм напоминает нам о важности культивирования личной целостности и независимости от мнения толпы. Давайте рассмотрим восемь ключевых вещей, которые, согласно учению стоиков, не стоит выставлять на всеобщее обозрение, и как это древнее знание может помочь нам сохранить душевное равновесие в эпоху информационного переизбытка. Конкретные цели и планы. Стоики учат нас быть осторожными в раскрытии своих конкретных целей и планов. Хотя общее направление вашего движения может быть известно окружающим, детали лучше держать при себе. Почему это важно? Во-первых, разглашение точных планов может привести к нежелательному вмешательству или даже саботажу со стороны недоброжелателей. Во-вторых, публичное объявление целей может создать ненужное давление и стресс, особенно если возникнут непредвиденные препятствия. Представьте ситуацию. Вы планируете запустить инновационный бизнес-проект. Вместо того, чтобы делиться всеми деталями с широким кругом людей, вы сообщаете лишь о том, что работаете над новым предприятием. Это позволяет вам сохранить гибкость в реализации планов, избежать ненужных советов и защитить свои идеи от потенциальных конкурентов. Греческий философ Эпиктет говорил, молчание – первый шаг к мудрости. В контексте целей и планов это означает, что сдержанность в словах может быть ключом к успеху. Сохраняя свои намерения в тайне, вы защищаете их от внешних влияний и сохраняете контроль над своим путем. Однако это не значит, что нужно быть полностью закрытым. Делиться своими мечтами и амбициями с близкими людьми или ментором может быть полезно для получения поддержки и советов. Ключ – в выборе правильных людей и момента для раскрытия информации. Стойки также учат нас быть гибкими в своих планах. Жизнь непредсказуема и способность адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам – важное качество. Сохраняя детали своих планов в тайне, вы оставляете себе пространство для маневра без необходимости объясняться перед всеми о каждом изменении курса. Источники счастья и радости В мире, где часто преобладают негативные новости и пессимистические настроения, искреннее счастье и радость становятся редкостью. Эта тенденция усугубляется социальными сетями, где люди часто демонстрируют только лучшие моменты своей жизни, создавая иллюзию постоянного счастья, которая может вызывать у других чувство неполноценности или зависти. Стоики советуют нам быть осторожными в демонстрации своего счастья окружающим. Почему это важно? Во-первых, открытое проявление радости может вызвать зависть или недоверие у тех, кто менее удовлетворен своей жизнью. Во-вторых, постоянное афиширование своего счастья может показаться неискренним или даже хвостливым. Стоики учат нас находить баланс между признанием своего благополучия и сохранением скромности. Вместо того, чтобы громко заявлять о своем счастье, лучше позволить ему проявляться через ваши действия, отношение к жизни и взаимодействие с другими. Представьте человека, который всегда излучает спокойствие и удовлетворение, несмотря на жизненные трудности. Когда его спрашивают о самочувствии, он с искренней улыбкой отвечает, что все в порядке, не вдаваясь в подробности. Его позитивное отношение к жизни проявляется в помощи другим в его работе и отношениях с близкими. Римский император и философ Марк Аврелий писал, «Очень немного нужно для счастливой жизни. Все внутри тебя, в твоем способе мышления». Эти слова напоминают нам, что истинное счастье исходит изнутри и не зависит от внешних обстоятельств или одобрения окружающих. Однако это не означает, что нужно скрывать свою радость или притворяться несчастным. Речь идет о сдержанности и мудром проявлении своих эмоций. Делитесь своим счастьем с близкими людьми. Позволяйте ему естественно проявляться в ваших действиях и отношении к жизни. Прошлые испытания и личные неудачи. Жизненный путь каждого человека полон испытаний и трудностей, которые формируют наш характер и делают нас сильнее. Однако стоики учат нас, что нет необходимости постоянно делиться подробностями этих личных сражений с окружающими. Почему это важно? Во-первых, рассказывая о своих прошлых трудностях, мы рискуем показаться самонадеянными или вызвать у людей неуместное сочувствие. Во-вторых, постоянное обращение к прошлому может помешать нам двигаться вперед и фокусироваться на настоящем. Вместо того, чтобы подробно рассказывать о своих прошлых битвах, стоики советуют демонстрировать свою силу и мудрость через текущие действия и поступки. Ваше преображение и рост гораздо важнее, чем детали пройденного пути. Представьте себе человека, который прошел через множество трудностей. Вместо того, чтобы постоянно говорить о своем тяжелом прошлом, он использует полученный опыт для помощи другим, поддержки близких и достижения новых целей. Его действия говорят громче слов, вдохновляя окружающих своим примером стойкости и силы духа. Римский философ Сенека говорил, то, что прошло, не должно мучить нас. Все, что важно, это настоящее. Эти слова напоминают нам о необходимости жить здесь и сейчас, не позволяя прошлому определять нашу текущую реальность. Конечно, это не означает, что нужно полностью забыть свой опыт или никогда не обсуждать прошлое. Речь идет о балансе и уместности. Есть моменты, когда поделиться своей историей может быть полезно, например, чтобы поддержать кого-то, проходящего через похожие испытания. Но в целом мудрость состоит в том, чтобы использовать уроки прошлого для построения лучшего настоящего и будущего, а не постоянно возвращаться к прошлым трудностям. Детали личной жизни и отношений. Стоицизм придает большое значение защите частной жизни, особенно когда речь идет о романтических отношениях. В эпоху социальных сетей и повсеместного обмена информацией этот принцип становится особенно актуальным. Почему это важно? Во-первых, раскрытие интимных деталей отношений может подорвать доверие между партнерами. Во-вторых, публичное обсуждение конфликтов или проблем в отношениях часто приводит к ненужному вмешательству посторонних, что может усугубить ситуацию. Стоики учат нас, что здоровые отношения строятся на взаимном уважении, доверии и способности решать проблемы вместе, не вынося их на публику. Вместо того, чтобы делиться каждым аспектом ваших отношений в социальных сетях или с друзьями, сосредоточьтесь на укреплении связи с партнером. Представьте пару, которая сталкивается с трудностями в отношениях. Вместо того, чтобы обсуждать свои проблемы с друзьями или публиковать эмоциональные посты в социальных сетях, они решают работать над своими проблемами вместе, возможно, обращаясь за помощью к профессиональному консультанту. Такой подход позволяет им сохранить достоинство, укрепить доверие и найти решение без внешнего давления. Римский философ Сенека говорил, самое лучшее нужно хранить внутри. В контексте отношений это можно интерпретировать как сохранение самых важных и глубоких аспектов вашей связи между вами и вашим партнером. Однако это не означает, что нужно полностью изолировать свои отношения от окружающего мира. Здоровый баланс включает в себя поддержание связей с друзьями и семьей, делясь общими радостями и достижениями. Ключ в том, чтобы различать, что уместно для публичного обсуждения, а что лучше оставить в рамках ваших личных отношений. Стоики также учат нас важности самодостаточности в отношениях. Вместо того, чтобы искать постоянного одобрения или советов извне, они призывают нас развивать внутреннюю мудрость и силу для решения проблем вместе с партнером. Финансовое положение и статус Стоики придавали большое значение умеренности и независимости от материальных благ. В современном мире, где финансовое положение часто воспринимается как Мерила Успеха, их учение о сдержанности в вопросах денег становится особенно актуальным. Почему важно не афишировать свое финансовое положение? Во-первых, открытое обсуждение своего богатства может привлечь нежелательное внимание от завистников до людей с корыстными намерениями. Во-вторых, если вы находитесь в сложном финансовом положении, его публичное признание может подорвать вашу репутацию и возможности. Стоики учат нас, что истинное богатство заключается не в количестве денег, а в нашем отношении к жизни и внутреннем мире. Вместо того, чтобы хвастаться своими доходами или жаловаться на финансовые трудности, лучше сосредоточиться на развитии своих навыков, характера и отношений с людьми. Представьте успешного предпринимателя, который ведет скромный образ жизни. Несмотря на свое богатство, он не демонстрирует его открыто, а вместо этого тихо занимается благотворительностью и инвестирует в образование молодежи. Его финансовое положение остается его личным делом, в то время как его действия говорят о его ценностях и приоритетах. Древнегреческий философ Эпиктит говорил, богатство состоит не во владении сокровищами, а в умении ими пользоваться. Эти слова напоминают нам, что важно не количество денег, а то, как мы их используем и какое влияние оказываем на мир вокруг нас. Однако это не означает, что нужно полностью избегать разговоров о финансах. Важно быть открытым и честным в финансовых вопросах с близкими людьми, особенно с партнером или семьей. Кроме того, обсуждение финансовых стратегий с профессионалами может быть полезным для улучшения вашего финансового положения. Стоики также учат нас быть готовыми к финансовым взлетам и падениям. Вместо того, чтобы привязываться к определенному уровню дохода или стилю жизни, они призывают нас развивать внутреннюю стабильность и удовлетворенность, независимо от внешних обстоятельств. Сохранение конфиденциальности и чужих секретов. Стоицизм придает огромное значение честности и верности данному слову. Когда дело касается сохранения чужих секретов и конфиденциальной информации, стоики учат нас быть непоколебимыми хранителями доверия. Почему это важно? Во-первых, сохранение доверия является фундаментом прочных отношений, будь то личные или профессиональные. Во-вторых, способность хранить секреты говорит о силе характера и моральной целостности человека. Стоики считают, что наше обращение с доверенной нам информацией не только отражает наше отношение к другим, но и формирует нашу собственную сущность. Разглашение чужих секретов не только подрывает доверие, но и ослабляет нашу собственную моральную силу. Представьте ситуацию. Ваш коллега доверяет вам информацию о своих планах сменить работу. Вместо того, чтобы поделиться этой новостью с другими сотрудниками, вы сохраняете ее в тайне, даже если это может принести вам какую-то выгоду. Такое поведение не только укрепляет ваши отношения с коллегой, но и демонстрирует вашу надежность и целостность. Римский философ Марк Аврелий писал, лучший способ защитить себя – не уподобляться злу. В контексте сохранения конфиденциальности это можно интерпретировать как призыв оставаться верным своим принципам, даже когда есть искушение раскрыть чужие секреты. Однако это не означает, что нужно хранить любую информацию, особенно если она может нанести вред. Стоики также учат нас проявлять мудрость и рассудительность. Если доверенная вам информация представляет угрозу для кого-то или противоречит закону, может возникнуть моральная обязанность действовать. Стоики подчеркивают важность внутренней целостности. Сохранение доверия других – это не просто внешнее действие, но и способ укрепления собственного характера. Каждый раз, когда мы сохраняем чужой секрет, мы укрепляем свою способность быть надежным и честным человеком. Однако это не означает, что нужно хранить любую информацию, особенно если она может нанести вред. Стоики также учат нас проявлять мудрость и рассудительность. Если доверенная вам информация представляет угрозу для кого-то или противоречит закону, может возникнуть моральная обязанность действовать. Стоики подчеркивают важность внутренней целостности. Сохранение доверия других – это не просто внешнее действие, но и способ укрепления собственного характера. Каждый раз, когда мы сохраняем чужой секрет, мы укрепляем свою способность быть надежным и честным человеком. Этические принципы и личные ценности В мире, где общественное мнение и социальные тренды часто определяют поведение людей, стоицизм напоминает нам о важности сохранения собственных этических принципов и ценностей. Почему это важно? Во-первых, открытое провозглашение своих ценностей может привести к ненужным конфликтам или дебатам, особенно в поляризованном обществе. Во-вторых, истинная сила характера проявляется в действиях, а не в словах. Стоики учат нас, что наши ценности должны быть внутренним компасом, направляющим наши действия, а не предметом публичных заявлений. Вместо того, чтобы громко провозглашать свои принципы, лучше воплощать их в повседневной жизни. Представьте человека, который глубоко верит в важность экологической ответственности. Вместо того, чтобы постоянно говорить об этом или критиковать других, он тихо внедряет экологичные практики в свою жизнь, вдохновляя окружающих своим примером. Эпиктет говорил, не объясняй свою философию, воплощая ее в действиях. Эти слова напоминают нам, что истинные ценности проявляются в том, как мы живем, а не в том, что мы говорим. Однако это не означает, что нужно скрывать свои убеждения или всегда молчать о важных вопросах. Есть моменты, когда необходимо высказаться в защиту своих принципов, особенно перед лицом несправедливости. Ключ в том, чтобы делать это мудро и с достоинством. Стоики также учат нас быть гибкими и открытыми к новым идеям, сохраняя при этом свои основные ценности. Они призывают нас постоянно проверять свои убеждения, быть готовыми учиться и расти, но не отказываться от своих принципов ради общественного одобрения. Личные достижения и успехи. В культуре, которая часто поощряет самопромоушен и публичное празднование успехов, стоицизм предлагает более сдержанный подход к личным достижениям. Почему важно не выставлять на показ свои успехи? Во-первых, чрезмерное хвостовство может оттолкнуть людей и создать ненужную зависть или соперничество. Во-вторых, постоянное стремление к внешнему признанию может отвлечь нас от внутреннего роста и удовлетворения. Стоики учат нас, что истинная ценность достижений заключается не в признании других, а в личном росте и вкладе в общее благо. Вместо того, чтобы громко заявлять о своих успехах, лучше позволить им говорить самим за себя, через результаты вашей работы и влияния на окружающих. Представьте ученого, который совершает важное открытие. Вместо того, чтобы искать славы и признания, он сосредотачивается на том, как его работа может принести пользу человечеству, тихо продолжая свои исследования и вдохновляя молодых ученых. Марк Аврелий писал, лучшая месть – не быть похожим на того, кто нанес обиду. В контексте достижений это можно интерпретировать как напоминание не уподобляться тем, кто ищет славы и признания, а вместо этого сосредоточиться на собственном пути и ценностях. Однако это не означает, что нужно полностью игнорировать свои успехи или отказываться от заслуженного признания. Скромное принятие похвалы и выражение благодарности тем, кто помог вам достичь успеха, является проявлением благородства и зрелости. Стоики также учат нас находить баланс между амбициями и удовлетворенностью. Они призывают нас стремиться к совершенству в своих делах, но при этом не привязываться к результатам и внешним наградам. Философия стоицизма предлагает нам глубокую мудрость о том, как жить с достоинством и целостностью в современном мире. Сохраняя определенные аспекты нашей жизни в тайне, мы не только защищаем себя от ненужного внимания и критики, но и культивируем внутреннюю силу и независимость. Однако важно помнить, что стоицизм не призывает к полной изоляции или скрытности. Напротив, он учит нас быть аутентичными, честными и открытыми в наших отношениях с миром, но делать это мудро и избирательно. Применяя эти принципы в повседневной жизни, мы можем укрепить наши отношения, сохраняя доверие и уважение к частной жизни других, развить внутреннюю силу и уверенность, независящую от внешнего одобрения, сосредоточиться на личном росте и развитии, а не на демонстрации своих достижений. Культивировать подлинное счастье и удовлетворение, основанное на внутренних ценностях, а не на материальных благах или статусе. Действовать более стратегически и эффективно, сохраняя некоторые планы и цели в тайне. В конечном счете, стоицизм учит нас жить в гармонии с собой и миром, находя баланс между открытостью и сдержанностью, амбициями и смирением, личным ростом и общественным благом. Эта философия предлагает нам инструменты для навигации в сложных водах современной жизни, помогая сохранять внутреннее спокойствие перед лицом внешних вызовов. Стоицизм также учит нас ценить настоящий момент и фокусироваться на том, что действительно важно, отбрасывая ненужные заботы и пустые стремления. Практикуя эти принципы, мы можем стать более устойчивыми к превратностям судьбы, более мудрыми в наших решениях и более способными вносить позитивный вклад в жизнь окружающих. Мы учимся принимать то, что не в наших силах изменить, и мужественно действовать там, где мы можем оказать влияние. Пусть эта древняя мудрость станет для вас источником вдохновения и руководством в вашем собственном путешествии к лучшей версии себя. Помните, что истинная сила характера проявляется не в громких словах или публичных демонстрациях, а в тихих, но последовательных действиях, которые отражают ваши самые глубокие ценности и убеждения. Живите с достоинством, действуйте с мудростью и позвольте своей жизни стать живым воплощением ваших идеалов. В этом и заключается сущность стоицизма, философии, которая остается актуальной и вдохновляющей даже в нашем быстро меняющемся современном мире. Помните, что стоицизм – это не просто набор правил, а образ жизни, требующий постоянной практики и самосовершенствования. Каждый день предоставляет нам новые возможности для применения стоических принципов, будь то в моменты радости или в периоды трудностей. Стоицизм учит нас, что истинное счастье и внутренний покой, не зависят от внешних обстоятельств, а исходят из нашего отношения к жизни и нашей способности контролировать собственные мысли и реакции. Если вы хотите глубже погрузиться в мудрость стоицизма и научиться применять ее принципы в повседневной жизни, подпишитесь на наш канал «Мудрость стоицизма». Здесь вы найдете регулярные обновления, практические советы и вдохновляющие идеи, которые помогут вам стать лучшей версией себя. Присоединяйтесь к нашему сообществу единомышленников и давайте вместе исследовать эту вневременную философию, которая может изменить вашу жизнь к лучшему.